В ряде регионов Казахстана, тем временем, на мельницах дефицит пшеницы. Ее запасов хватит максимум на 10 дней. Добавил неприятности и запрет, который ввела Россия на экспорт зерновых в страны ЕС. А там, с какими проблемами столкнулись повладарские мукомольные предприятия, мы уже рассказывали на прошлой неделе. И сегодня в критической ситуации оказались североказахстанские переработчики. Подробности. Сегодня последний день. Мельницу мы закрываем, останавливаем. Все. Потому что мы не видим больше выхода из этой ситуации. Такую картину можно наблюдать практически на всех мельницах региона. Перерабатывают остатки. Запасов пшеницы у североказахстанских мукомолов едва ли хватит на 10 дней. Зернопереработчики остались без притока удешевленной российской пшеницы. Теперь же вынуждены искать местную. Крестьяне свою тоже не продают. Ждут лучших времен. За неделю цена на пшеницу выросла со 115 тысяч до 140. Вот посмотрите, как работать. Мы не можем найти пшеницу сейчас, обзвонив в ареале 200 километров. Мы не можем ее просто найти. Ее либо уже нет на остатках. А у тех крестьян, у кого она есть в наличии, они ее придерживают, ожидая еще большего повышения цены. Планируется, что в мае они будут продавать ее свыше 150 тысяч. Как нам работать? После введенного России запрета на экспорт, Союз зернопереработчиков Казахстана обратился к правительству с просьбой принять меры по регулированию экспорта сырья в Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и ряд других стран. Все это привело к спекулятивному росту зерновых внутри страны. По статданным, в Казахстане сегодня имеются запасы в объеме 6 миллионов тонн пшеницы. Но сколько ее на самом деле, не знает никто. Получается, что то искажение отчетности, которое у нас есть в стате, которое мы всегда имели в виду, то есть у нас всегда там, будем так говорить, реальное количество зерна, которое есть у нас в закормах, оно всегда существенно отличалось, так сказать, от миллиона и более в объемах. И получается, что тот объем зерна, который мы ввозили из России, он компенсировал нам и недостаток по урожаю, и закрывал, будем так говорить, то темное, так сказать, пятно, которое у нас было в искажении отчетности. Наши мукомолы уже переключались на зерно Российской Федерации только в силу того, что оно получалось дешевле. Российское зерно с нашего рынка ушло. Как только мы поставили шокбаум, у нас цена сразу резко скакнула вверх. Мукомолы предлагают ввести пошлину по 50 долларов за каждую экспортируемую тонну пшеницы, а средства, вырученные от пошлины, направить фермерам, которые сдают свою пшеницу на внутреннюю переработку. Просят зернопереработчики не повышать объемы экспорта местного сырья. До будущего урожая еще как минимум пять месяцев ждать, да и каким он будет, тоже непонятно. Поэтому и важно задержать зерно внутри страны. Именно это позволит сдерживать цены. Галина Трощева, телеканал Атамикен Бизнес, Петропавловск.